Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите рубрику «Вопросительное ухо-горло-носие» в студии Владимир Зайцев. Сегодня мы говорим о такой вечной проблеме, как серная пробка. Давайте еще раз правильно расскажем, что такое сера и как правильно с нею бороться. Сера по латыни «цирумин», и, соответственно, есть так называемые цируминальные железы, которые вырабатывают эту серу. Сера – это норма, на самом деле это резкокислая среда, в которой погибают все бактерии, все вирусы в наружном слуховом проходе, и поскольку сера обладает еще вяжущим действием, то, соответственно, песчинки, соринки, пыль, она ловит и оседает на серных массах, и как бы сера ограничивает и защищает барабанную перепонку и наружный слуховой проход от попадания инородных каких-то предметов. И небольшое количество серы в ухе – это нормально, а вот когда серы слишком много, то тогда ее, конечно, нужно уже удалять. Поэтому, как правильно удалять серную пробку? Некоторые пациенты заталкивают серу вглубь наружного слухового прохода. Вот это совершенно неправильно. Нужно выталкивающими такими действиями, ощущающими, извлекать серу наружу. Если это у вас не получается делать, то тогда обращайтесь к лор-врачу. Бывают слуховые проходы очень узкие, когда и ватная палочка не в состоянии пройти в наружный слуховой проход. Это тоже очень плохо, это неудача для пациентов. Ради такой ситуации не делают операцию, чтобы расширить наружный слуховой проход, и он стал таким прямо максимально круглым. Тогда врач лор помогает или раз в полгода, или один раз в год. Пациент приходит, и серные массы извлекаются. Ну и последний момент. В ухе есть физиологическое такое вот сужение, физиологический изгиб, когда сера остается за этим изгибом и не может пройти вот это препятствие, и не может выйти наружу. Задача пациента – это разжижить серу. Разжижается она перекисью водорода, жидкой содой, и существуют специальные капли для уха, которые разжижают серные массы. Вы можете пользоваться всеми этими средствами и аккуратно ватной палочкой с движениями наружу извлекать серу из уха. Если ничего из этого не помогает, то тогда прямая дорога к лор-врачу, который уберет серу быстро, эффективно и качественно. Дорогие друзья, вы смотрели рубрику «Вопросительное ухо-горло-носие». С вами был Владимир Зайцев. Если вам понравился наш ролик, пожалуйста, поставьте лайк, не забывайте подписываться на наш видеоканал и звонить в специальный колокольчик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...